МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, дорогие друзья, пришло время нашей любимой рубрики Планета мамм. С нами Инга из Эстонии. Инга, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть. Скажите, пожалуйста, меня знаете, что больше всего интересует? Вот все-таки в Эстонии за последние годы произошли огромные изменения в социальном плане. Страна стала членом Евросоюза и так далее. А много врачей пишут справок? Вы знаете, у нас очень электронная система вся в Эстонии. У нас все электронное. И даже теперь больничный лист электронный. Не нужно никуда его носить. То есть вы не можете себе представить ситуацию, когда человек сидит в очереди к одному врачу, чтобы взять бумажку и посидеть в очереди к другому, чтобы ее отдать? Нет, у нас есть, конечно, направление к врачам, которые, конечно же, приходится пока еще ходить за этим направлением. Но ты звонишь по телефону и говоришь, я хочу направление к этому врачу. Вы говорили, что вы согласны. Пожалуйста, выпишите. Я приду, заберу, и я пойду к этому врачу. То есть я получу время к этому врачу. Понятно. А что представляет из себя на сегодня эстонский роддом? У вас двое, да, деток? Да, у меня двое деток. И я была в обоих роддомах. И в принципе, что из себя представляет, это обычный роддом с палатами, где роженицы представляют отдельную палату для родов и отдельную палату после родов. Кто оплачивает это все? По желанию. Если роженица желает брать семейную комнату, так они у нас называются после родов, то она сама оплачивает эту комнату. Но у нее есть выбор. Если она берет общую комнату, тогда она, в принципе, по-моему, бесплатная комната. Эстонские папы рассматривают присутствие на родах в качестве стандартного, обязательного элемента или это редкость? Абсолютно нормальное явление. Папа присутствует на родах. И это очень приветствуется. Никто не делает гримас. У меня все мои подруги, все рожали с папой. С мужьями, да? Скажите, пожалуйста, а как долго после рода вы находитесь в роддоме? В принципе, тебя никто не выгоняет. Оттуда... То есть за свою комнату можешь платить хоть месяц, я так понимаю? Да, но я думаю, что все-таки никто там не сидит месяц. Если нет медицинских причин оставаться с ребенком дольше, то день-два. Понятно. Вопросы? Скажите, пожалуйста, каким образом в Эстонии происходит подготовка детей к школе? Очень-очень хорошо подготавливают в садике детей. Сейчас идет отдельная программа, которая называется «Шаг за шагом». Я очень рада, что они сейчас применили эту программу. Эта программа учит детей общаться со своими ровесниками, уважать, контролировать свои эмоции, контролировать свои действия или еще что-то. Очень хорошая программа. Таким образом их и подготавливают. Сначала в общении друг с другом, в умении строить свои отношения с родителями, с одноклассниками, с одногруппниками, с бабушками, с дедушками, и контролировать свои эмоции. Здравствуйте. Подскажите, как долго длится декрет в Эстонии, официально, если помощь на ребенка от государства и все-таки роды, они сколько-то стоят, если приезжают по скорой? Нужно платить или нет? За роды ты не платишь ничего, кроме палаты. Это очень минимальная сумма, если ты не хочешь какие-то дополнительные услуги. Ты не плачешь. Декрет длится в Эстонии 140 дней, но это только декрет. Ты потом идешь на больничный лист по уходу за ребенком, который длится до исполнения ребенком полтора года, и он оплачиваемый по твоему среднему заработку за прошлый год. То есть ты получаешь свою зарплату полтора года, сидя в так называемом декрете. И последний вопрос был какой? Государственная помощь при рождении ребенка есть такое? Да, есть государственная помощь, есть пособие одноразовое по рождению на ребенка от государства, есть пособие на ребенка по рождению от отдельной власти, в которой ты живешь. То есть от Таллина, других городов. То есть стимулируется рождаемость таким образом. Да, и эти пособия, в принципе, они такие немаловажные, я бы сказала. Не очень маленькие. Спасибо. 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 Было очень интересно. Спасибо, что вы были с нами. Не болейте. Всего вам доброго. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok